Три года прошло с момента курдайских событий, произошедших в Жамбулской области. Как сейчас живут сельчане и что изменилось за эти годы, узнали наши корреспонденты. О трагических событиях в Курдай уже давно ничего не напоминает. Все 65 пострадавших объектов восстановили в кратчайшие сроки, и жизнь сельчан вернулась в обычное русло. Сейчас в селах Курдайского района уделяют большое внимание укреплению дружбы между этносами и обучению государственному языку. Более 200 человек я уже подучила. Очень нравится, потому что люди трудолюбивые, доброжелательные, и у них есть желание научиться говорить на казахском языке. За последние два года краткосрочные курсы по казахскому языку прошли больше полутора тысяч сельчан. Обучение в школах на государственном языке достигло 70%, и интерес к госязыку продолжает расти. Сотрудниками нашего детсада пройдены два уровня обучения госязыка. На сегодня шесть воспитателей перевели с русских групп, с русским языком обучение на казахский язык. Отношения в нашем районе, в нашей области между этносами с каждым годом укрепляются в духе, в русле толерантности и дружбы. Яркий пример дружбы и понимания – интернациональная семья Ибышевых из села Каракимир. Мы соблюдаем и знаем традиции казахского народа и дунганского этноса. Вместе празднуем все праздники, дарим друг другу подарки, относимся ко всем с уважением. Помимо межнациональных отношений, в районе большое внимание уделяют социально-экономическому развитию, в частности реконструкции, строительству соцобъектов, подведению чистой питьевой воды и газификации района. Показатель обеспечения голубым топливом сельчан превысил 80%. Было выделено 31 миллиард тенге на 392 проекта. В том же году, в 2020 году, было выполнено 380 объектов и были открыты новые рабочие места, около 5000. Увеличивается число объектов образования. По проекту «Комфортная школа» до 2025 года в Курдайском районе построят три школы. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Сланхателла, Жамбулская область, Хабар, 24.